Здесь почти не бывает передышек. 24 часа в сутки в отделении анестезиологии и реанимации врачи, средний и младший медицинский персонал заняты. Заняты выхаживанием людей. Десятилетний Сардарбек прооперирован был дважды. Сначала в Домодедовской больнице ему вырезали аппендицит и, казалось бы, пошел на поправку, но вдруг стало хуже. И уже в Видновскую больницу мальчик был доставлен спиритонитом. Прооперирован вновь и вскоре отправится в обычную палату. Рядом с ним дядя Фарух, который рад, что в трудную минуту может быть рядом с племянником. Вчера у него был аппендицин, спортер аппендицин. Опять он сделал нормальное операцию. Все почистил, все нормально получилось сегодня. Спасибо вам, врачом. В четверть века трудится врачом-реаниматологом-анестезиологом Евгений Прусов. Сегодня он руководит отделением Видновской районной клинической больницы. Это тот самый случай, когда между словами «профессия» и «призвание» можно поставить знак равенства. Работа очень интересная, хотя и сложная. Поэтому наше отделение – это, можно сказать, потолок медицины. Потому что здесь самое сложное, то, что кипит, это все находится в нашем отделении. Вместо 16 врачей, которые определены по штатному расписанию, здесь трудится всего 6. Но на качестве это не отражается. Максимум помощи и внимания достается каждому. У Татьяны Алексеевны позади сложная операция. Сегодня она чувствует себя гораздо лучше, за что очень благодарна медикам. Мне нравится персонал. Мягкий, хороший, такой веселый. Ну, в смысле, никогда не бывает жесткий такого ответа неожиданного. Да пошел, да пошла ты. Нет. Именно вот все очень хорошо. Во время нашей съемки в палату интенсивной терапии принесли маленькую девочку. Трехлетнюю Лизу только что прооперировали. Весь период восстановления с ней будет находиться мама. Паховая грыжа у нее, левосторонняя, начала выскакивать. Ну, и дали направление на плановую операцию. Держали сильно. Анализы. Анализы сдавали. Вот именно в такие минуты маме на присутствии очень необходимо. Успокоить, дать понять, что мама рядом. Ну, и доктора тоже всегда готовы прийти по первому золу. Можно переворачиваться? Можно, да? Можно, конечно. Переворачивайся задки, переворачивайся. Мама. Пошли, сложились, сложились, сложились. До пяти, до семи лет, то есть до школьного возраста у нас все время находились с мамами. Или кто-то там за маму приходил, там бабушки, отцы. У всех по-разному, разные ситуации у деток. И мы никогда не разлучали, а наоборот даже старались маму уговаривать в таких ситуациях, что надо находиться постоянно с ребенком. Но уже несколько месяцев родственники приходят к больным разного возраста. Пока в Госдуме только решают этот вопрос, у нас родные могут посещать своих близких. Поддержать, подбодрить и не только получить полную информацию, но и убедиться в ее точности. Закрытость наших отделений, она иногда играла злую шутку, и эта информация была, ну, меньше подавалась. Потому что то, что мы говорили, и люди, если не видели это, то, соответственно, ну, людей закрадывалось сомнение. Сейчас в отделении уже привыкли к посетителям и видят в этом только положительные моменты. Ну, а предстоящий профессиональный праздник многие встретят на рабочем месте. Осознание того, что ты необходим тот же час и сию минуту, у этих людей очень крепко. Татьяна Брыло, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.